Здравствуйте! Сегодня мы собираемся разобрать Псалом в оригинале на библейском иврите. Это Псалом 102-103, по-еврейски он 103. Благослови Душа Моя Господа. Это из шести Псалмия. Ну что же, чтобы у нас было интерактивно, может быть, кто-то хочет почитать, чтобы был семинар. Читайте, пожалуйста, первый стих. Отлично. Переведете. Кому, чему, да, Давиду Псалом. Да, что здесь отметим? Барахим. Порода называется. Нет, Пиэль, конечно. Пиэль интенсив. Барах. Да. Здесь обратим внимание на хатаф-патах-падрэш. Вполне достаточно было бы шва, но поскольку это распечатка из штутгартензии, то здесь есть специфика Ленинградского кодекса. Вот иногда в нем, именно в Ленинградском. Вместо шва в таких случаях бывает хатаф-патах, чтобы подчеркнуть, что это подвижный сверхкраткий. Да, благослови Моя Душа. Ну, Нефиш – это изначально глотка. Это не бессмертная душа в Танахе, безусловно. Но на самом деле я сам. Хотя по параллели, а параллели очень важный аргумент, со следующим керавай, кере – внутро, керавай – мои внутренние части. То есть достаточно физиологично. И можем предположить, что у Нефиша, так-то, есть здесь оттенок глотки. Тоже физиологической. То есть мое нутро, я сам, благослови израильского Бога и все мои внутренние части, имя Святое Его. Обратим внимание, что, как часто бывает в библейском иврите, то, что в современных языках европейских и в современном даже иврите было бы естественным образом отражено как существительное и прилагательное, в библейском отражено сопряженным сочетанием имя Святости Его буквально. Со значением Его Святое имя. Вот. Текст абсолютно ясный. Хотите распечатку? Так. Кто хочет еще читать? Света хочет и читает второй стих. Да. Нефиш-Мая. Богодеяние, да. Ну, текст очень простой. Вообще, предупреждаю, псалом очень простой, кроме буквально двух-трех стихов, которые представляют сложность и они же интерес. Пока что все предельно ясно и традиционно. Здесь, в этом стихе, только, да, обратим внимание, опять, барахих схатав потахом подрэш. В этом стихе интерес представляет слово гемулав, гемуль, воздаяние. Ну, по сути, это пассивное причастие от корня гамаль, каль. Делать что-то, отплатить за что-то. Как это связано с верблюдом, не знаю. Скорее всего, никак. Вот. Но интересно вот что. Делать или отплатить? То есть, делать впервые или делать в ответ на что-то. Принято считать, что это отплатить. Но вот не всегда так. У меня есть ощущение, что первично это значение вообще делать. Гамаль. Есть гемуль, есть гемула. Точно так же, как вот насчет накам и накама. Мужской рот и женский. Месть. Мне кажется, что это не всегда месть за что-то, а просто злое дело. Первичное. Зло в адрес агрессия. Вот. В постбиблейском, талмудическом иврите есть устойчивое выражение гемелудха садим. Воздаяние добрых дел. Делание добрых дел. Так вот, там как раз тоже, это не обязательно благодарность в ответ на что-то, а это просто творение добрых дел. Гемелудха садим. Так что здесь вот есть такая тонкость. Гемулаф здесь. Благодарность, это что, Бог тебя за что-то благодарен, Он тебя за что-то награждает? Скорее всего, нет. Скорее всего, Он просто делает добро. Вот. Больше никаких тонкостей в этом стихе я не вижу. Дальше. Третий стих. Хочется кто-нибудь почитать? Нет? Тогда, пожалуйста, снова. Тихалу Айхидам. А что значит? «Прощающие все грехи твои, исцеляющие все недуги твои». Это шестая псалмия, да. Это, разумеется, эпитет. Эпитеты израильского Бога. Салах – это прощать. Все знают существительное слиха, прощение. В Танахе оно есть. И еще в Танахе есть очень интересный... С этим корнем три только слова. Есть еще одно существительное, очень интересное. Салах с Дагешем. Каталь. Прощатель. Име деятеля. Как Даян, судья, Салах, прощатель. Это о Боге. Вот здесь причастие. Прощающий в дативе Кому чему. Всем грехам твоим. Грех Авон. От корня искривлять. Айн, Вафьот. С суффиксом он. Авон. Авон и Эхим. Вот это и на конце, но в стандартном иврите твои, кстати говоря, женского рода грехи. А почему женского? Как думаете? Кому обращается из первого стиха говорящий? К Нефиши. А Нефиш женского рода. Да. Вот. Так вот, Авон Айх было бы, да? Твои, женщины, грехи. Тут Авон Эхим. Вот это и на конце, оно архаичное, обрати внимание. И еще обрати внимание, что Айх, Ай-ки, стянулось в Э до того, что Йода нет. То есть уже на уровне создания консонантного текста нет Йода. Это важно. Значит, прощающего все, кому в дативе, всем грехам твоим, а Рафе, исцеляющего, причастие Рафа, опять же в дативе, Алихоль, Тахалу Айхи. Вот здесь Йод есть, Ай-хи. Камад, разумеется, паузальный, под Алифом. А корень Хала. Хала болеть, как Холе больной. Правда, здесь с третьим Алифом. Ничего страшного, это практически то же самое. Третий слабый, третий Алиф. Дальше Света читает. Хайяйхи. Переводим. Яма. Да. Венчающийся милостью и щедротами, по-славянски. Да. Милостью и жалостью, да. Гааль искупать. Гоэль. Вот. Вообще от Гоэль, вот именно от библейского, Гоэль, это, кроме того, что это причастие, здесь это просто причастие. Но все-таки есть еще и субстантивированное Гоэль, значение существительного. Это спаситель. Это ближайший родственник, который имеет право и обязанность, скажем, выкупить землю, чтобы она не ушла в другой клан. Так вот, я к чему говорю, что, по моим представлениям, спаситель, сотер, вот, от Гоэль библейского. Мне так кажется. Так вот, здесь это причастие. Значит, спасающий из ямы Хайяйхи. Ну, это Хаим, множественная абстракция, да? Хаим, жизни, жизнь твою. Шах – это интересное слово. Корень пустой, шух. Шуха есть яма. И вот шух, не шухат, а шухт, когда там т простое, а не ад окончание. Вот этот долгий у сокращается, видимо, в краткий у, предположим. И перед Хэтом становится кратким А. И получается сигалатная шахат. То есть, окончание женской этап становится как бы третьим корневым для Катля. Спасающего из ямы, из какой ямы? Ну, из могилы, конечно. От могилы. Жизнь твою, венчающего тебя, Хесет, кем-чем, добрым чем-то делом, и рахамим милостью. Известный рахамим, любовь. Меттерехим, это, как понимаем, корень айн, тетреш, пиельное причастие. Есть существительное атора, отсюда, венец, корона. На самом деле, значение этого глагола окружать. То есть, это не какая-то там корона, а это то, что вокруг головы, венок простой. Так и здесь. Венчающего, это, конечно, красиво сказано, но едва ли, все-таки пусть нас славянщина не сбивает, которую мы, конечно, помним. Здесь едва ли имеется в виду венец, корона на голову, Хесед и Рахамим, как корона, а скорее это может иметь окружающего тебя по периметру, как защитой, Хеседом и Рахамим. Дальше, 103-й Псалом, 5-й стих. Кто-нибудь еще хочет читать? Тогда, пожалуйста, дальше. Давайте вы, даже дам вам бумажку возьмите. Баттуб. Нешер. Два сигола. Неворайхи. Что значит? Что значит? Хорошо, давайте со мной. Значит, Мазбея – это корень син, бет, айн, быть сытым, гефиль – переходная порода, насыщать. Это все эпитеты израильского бога. Причастие. Насыщающий кем-чем хорошей вещью какой-то, едой, допустим, ботов. Вот. Это, ну, наверное, можно сказать, что это бет инструменталис, то, что по-русски творительный падеж. Кем-чем насыщающий всяким хорошим. Эдьех. Твою ади, эди. Стоп. Вот, наконец, мы пришли к месту, которое требует конъекту, потому что смысла это слово не имеет. Это украшение. Женское украшение, там, я не знаю, кольцо в нос, все что угодно. Ну, никак не годится, согласитесь, какой-нибудь браслет, его не насыщают, его не кормят ничем, даже очень хорошим. Что-то другое здесь. Предлагается два варианта. Один вариант Оргех. Айн остается как есть. Дэш, Дэлет, Дэлет, простите, Дэлет меняем на Рэш, что почти то же самое. Дэлет, Рэш пишутся почти одинаково, потому путается. Из Йода каким-то образом делаем Гиммл. Это сложно, но возможно. И это будет инфинитив Каль от Ораг тосковать. Оргех, твою тоску, твое желание. Но это несколько правдоподобнее, чем браслет насыщать, насыщать чью-то тоску, удовлетворять. Здесь сложность только из Йода сделать Гиммл. Другая конъюнктура распространенная делается по Септуагинте. Видите, тут у меня даже на полях я сделал маргиналию, в Септуагинте будет эпитюмин, желание. Вот из этой эпитюмии аватех делают конъюнктуру. Это корень алиф, ваф, йод, желать. Авватех даже, с Дагешем. И отсюда существительное авва. насыщающего твое желание авватех всем хорошим. Это было бы очень хорошо, но для этого надо почти все сделать иначе. Из Айина сделать алиф, из Далита ваф, из йода вообще тав. Вот. Ну, это принятая научная конъюнктура, но если спросите меня, я скажу, что так дела не делаются. там все три буквы другие и непохожие. Это, извините, просто перевод септуагинты, а это не кошерно. Мы переводим еврейский текст, мы можем сделать конъюнктуру по септуагинте, по торгому, по чему угодно, но тогда это должна быть все-таки конъюнктура. Просто переводить по септуагинте нехорошо, хотя многие так делают. Так вот пример я привел с этим авватех с эпидемией вам показать именно то, как делать не надо. Давайте договоримся, что орбех, тоску твою насыщающего. Титхадеш канешер неурайхи. Ну, естественно, не уйдешь от славянского варианта, обновиться, яка орля, юность твоя. Так, титхадеш понятно, это гитпаэль отходаш, тепорода возвратная, обновиться, нет проблем. Неурайхи, это до юности твоя, нефиши, запомним, женского рода, неурайхи. Вот это неурим, по сути, пассивное причастие мужского рода во множественном числе. Неурим, а есть и неурод. Вот множественной абстракции такое. Вот, ну, проблема, очевидно, в те, с тем, что титхадеш это женский род, но единственное число, а неурайхи мало что мужское, но главное, что еще множественное число. Ну, несогласование бывает, нет уверенности, что здесь текст как-то испорчен, бывает такое. Вот, и, конечно, интересно коннешер. Принято понимать, что это такой синтаксис, буквально как орел, коннешер. Такой синтаксис, что как юность орла обновится, юность орла, оказывается, обновляется. Возможно, вот, но более простой синтаксис, очевидный, что юность твоя обновится как орел сам. И тут, естественно, нам вспоминается феникс, который в огне там возникает. В Танахе нет, разумеется, такого феникса, но вот с простой точки зрения синтаксической, я бы сказал, что как сам орел обновляется, уж не знаю как, а не его юность. дальше у нас 103 псалом, да, на Шернеурайхе, орел юности твоей, ну, не знаю, вы можете вообразить орла юности своей, я нет, не могу, не представляется мне это, очень возможно. Давайте прочтем 6 стих, читайте, пожалуйста, сами, кто дальше. Ашуким переведете? Нет, Господь, это все о нем, это его эпитеты. Всем обидимым, по-славянски, да. Да, это словословие продолжается, это все эпитеты израильского бога, причастия, осе делающий, осе цедокот, делающий милости, это сопряженное сочетание, поэтому осе огласовано церы, а не сеголом. Цедокот, это да, это милость, опять же, все хорошее, но на самом деле в Танахе в целом хесед, цедок, цедока, это примерно одно и то же в целом. Здесь цедокот. Вот в современном иврите цедока это милостыня. Вот если кто обратил внимание, в Иерусалиме сидят еврейские нищие, и у них на баночках таких жестяных, куда они собирают, написано цедока это цитата спасает от смерти. Это цитата из Иова. Там, конечно, не имеется в виду подаяние, там имеется в виду все какое-то доброе дело. Но вот они эту цитату в смысле чтобы им подавали, пишут. А здесь это просто добрые дела. Значит, израильский бог творит добрые дела и что еще он творит Мишпатим Алехоль Ашуким Мишпат слово крайне многозначное там 15 или 20 значений в словаре в моем зеленом вы можете найти. Суд это очень общее. Здесь какие-то тоже хорошие добрые дела скорее всего. Едва ли это суды. Хотя может быть защищает он их. защищает. Ну восстанавливает свой... Да, но все-таки это не судебные конечно процессы а просто защиты некоторых он предоставляет Алехоль Ашуким всем угнетаемым Айн Шинков а пассивные причастия опять Ашук интересно знаете что что вот это Ашуким пассивные причастия множественного числа в Танахе это чаще не люди в пассиве обижаемые а это притеснения дела дела притеснения то есть тоже выражаем вот именно таким словом Ашуким и так по-моему даже бывает чаще а здесь это люди дальше седьмой стих кто-нибудь почитает хотите давайте попробуем отлично отлично ну что я могу перевести йодиа он сообщает свои пути Моисею значит это корень йод далит айн всем нам хорошо знакомый знать порода это гефиль переходная то есть позволить знать сообщить йодиа да вот и интересно знаете что что здесь имперфект йодиа это гефиль имперфект очевидным образом да идет вслед за чередой причастий и вот достаточно часто в библейском иврите имперфект исполняет роль причастия чаще всего правда это будет в именах людей слушайте яцхак он смеется будет смеяться я оков он последует по пятам это же имперфекты застывшие по сути в значении причастия вот так и здесь йодиа это сообщит сообщает ну по сути причастия он сообщает показывает свои пути ну пути пути моисею кстати еще раз заметим что имперфект это не обязательно совершенно в танахе будущее потому что здесь это либо причастие либо в значении прошедшего не в будущем же он сообщит а уже давно моисею что-то сообщил да так что забудьте пожалуйста про атид для библейского иврита вот значение дарахав ну вообще так по контексту я бы сказал что вот мишпатим цедако добрые дела дарахим это тоже поступки образ действия свои скорее всего так оно и есть что он моисею сообщил свои как он то что он считает нужным правильным и моисей это записал в книгу получилось стара но поскольку моисей все-таки вождь он водил и выводил по пустыне то не исключено что здесь дарахал это пути реальные в пустыне по которым гашем через моисея вывел израильтян из египта такой оттенок возможен интересно ну по параллелизму мы знаем да что признак первой поэзии в танахе это параллелизм вот вам красивый параллелизм моисей он сообщил свои дарахал а сынам израиля свои алелотав алела дело опять же вот смотрите как гемулим и гемулот это и отплата и просто дело также алела это и просто дело и дело злое это часто злое дело а здесь конечно это не злые дела то есть айн ламет ламет здесь просто дело не е свои дела показал показал а что он показал ну например воду моря рассек много чего другого чудеса вот эти показал вот эти алелот имеются ввиду дальше восьмой стих по кругу кто читает перевод переводим ноздрями ноздрями да долготерпеливый гневом да смотрите арахум и ханун это модель катуль адъективная такая модель да милостив и милостив господь в общем это фраза где тетраграмматон субъект арахум и ханун предикат господь милостив и милосерден и что еще о нем сказано что он эреха паем долг на гнев вот этот эрех он всегда бывает именно в таком виде с двумя сеголами так вот это сопряженная форма ну вообще длинный мы знаем слово арох а вот для этого этой формы считается что арех как закен камац цере тоже длинный долгий но арех никогда не бывает бывает всегда эрех с двумя сеголами сопряженная и опаем да аф это нос опаем ноздри ноздри раздуваются это признак гнева ну вот значит долг на гнев нескоро гневается и обилен добрым делом добрыми делами милостью арах ас камац паузальный пока простой текст хотя видите в простом тексте всегда можно найти что прокомментировать дальше девятый стих кто читает мецах еттор да девятый стих не навек он враждует и не вовек держит охраняет мец нецах обратите внимание камац под ламидом нецах это неопределенное время это конечно не вечность философская но очень долгое время вот камац ведь это не артикль но здесь не шва а камац потому что вообще говоря вот эти предлоги б л которые мы сошва привыкли видеть их изначальная форма с кратким а так вот оно здесь и есть это значит что он прощает он саллах прощатель то есть не вовек враждует я риф риф это такой корень рэш йот бет опять имперфект безвременной такой вот ну интересно это слово что принято считать что этот я риф что это корень риф со средним йодом пустой но средний йод и что это каль хотя с тем же успехом это может быть как хотите но принято считать каль не вовек враждует с человеком в смысле наказывает и ло ле олам йит тор ну вот считается что это нотар хранить охранять что это корень нотар нун тетрэш это армиизм в библейском иврите соответствующий ивритскому нацар нун цадерэш охранять наторе карта охраняющий город вот что он хранит в смысле зло обиду хранит не вовек то есть забывает обиду вот в этом етор конечно очень странен вав которого в принципе быть не должно достаточно халам поставить но вот такая орфография если мы согласны что это нотар но вариантов я не предложу так что пусть будет нотар дальше псалом 103 10 стих читаем да да то есть он поступил с нами гораздо более мягко чем мы того заслуживаем хет грех в танахе много слов со значением грех вот мы видели уже овон их действительно много то есть это очень важная категория вот но пожалуй корень хет тет алиф хата грешить наиболее распространенный и вот от этого корня два существительных набор наиболее распространенные либо как вот здесь хет огласовка церэ шва это китль либо хаттат здесь кит хет значит не как грехи наши он сделал нам и не в соответствии авонотену наши авоны грехи наши воздал на нас а вот здесь гамаль точно воздать отплатить за что-то дальше 11 стих кто читает да переводите на боящихся его но это вот это вот самый сложный стих в нашем псалме и самые интересные здесь надо работать ки ибо хигво шамаем аля арец гавар хаздо аль ире ав ибо как высота небес над землей сравнение гево ну как это написано это должен быть инфинитив каль гавар быть высоким это третий реальный г гортанный о чем свидетельствует мапик вообще очень трудно почему-то бывает убедить людей что корни типа аса и бана это третий йод говорят ну вот же хе написано вот но на самом деле это третий слабый третий йод асити банити вот эти глаголы это третий йод глаголы с реальным третьим гэп исчисляются по пальцам в танахе вот гавар быть высоким тамага удивляться нагага сиять камага тосковать магага медлить вот кажется эти особенно первые три вот гавар так что гавар быть высоким ну прилагательное гавар высокий гавар быть высоким это инфинитив каль скажем да ибо по тому как высоко небо над землей такова милость его на боящихся его ну во первых странно смотрите ладно небо высоко милость сильна сравнение не вырисовывается высокие сильные это зеленые и горячие вот нож не знаю гевор шамаем шамаем это двойственно эффективное да в общем проблема уже здесь ну что можно сказать в любом случае синтаксис будет лучше если мы это гевор поймем как высота гова кутль прочтем кеговах шамаем как высота небес все-таки легче будет можно даже ничего и не менять а просто согласиться что вот это хигво не менять даже огласовки что это такой кутль сопряженная форма на арамейский лад но все-таки чтобы это было существительное высота ладно допустим по подобно высоте небес над землей гавар аздо аль-яреав усилилась стала сильна его милость на боящихся его но ереав это ярые боятся как за кем причастие каль глагола состояния ереав боящийся его боящийся в смысле чтущий адепт религии некой да хоздо его милость понятно сговор что делать ну что делать повторю что совершенно непонятен параллелизм непонятно сравнение небеса высоки милость сильна ну так не похоже вот поэтому вот я видите здесь нарисовал маргиналью собственно скопировал и септуагинты экротайос энтюриос там написано значит это сигматический аорист укрепил господь ну хорошо укрепил он гибер тогда предлагают читать пель укрепил гибер он свою милость на боящихся его но это вот конъектура по септуагенте что она нам дает честно говоря ничего синтаксис как был тяжелый так и остается ну я скажу что лучше бы уж поменять в гавар рэш на гэ и тогда будет по крайней мере параллелизм гавар хаздо высока милость его на боящихся его во всяком случае это будет параллелизм из рэша можно сделать гэ но можно если хочется вот не хочется я предлагаю здесь конъюнктуру гавар она не решает проблем но все-таки легче вот это был самый красивый и самый трудный наш стих дальше 103 псалом 12 стих читайте грех словарная форма как будет пеша пеша как петах и кирхок рыхок какая часть речи да видимо инфинитив да потому как далек мизрах мизрах да это восток и мараф это запад это стандартно в любом иврите но зарах это сиять так что мизрах это там где сияет солнце мараф это вот этот самый наш великолепный корень айнрежбет где там 10 или 12 значений которые очень трудно соединить вот но значение вечер одно из самых распространенных так что мараф это то где вечереет да как далек восток от запада так же удалил он от нас наши грехи так же далеко вот это синтаксис разумный это сравнение очевидное здесь нет претензий дальше 13 стих да ибо как милует отец сыновей помиловал господь боящихся его здесь в общем тоже все понятно текст не вызывает претензий арахем это инфинитив пель по милованию отца альбаним странноватый синтаксис потому что нам хватило аккузатива кого что ну вот на сыновей помиловал господь опять же аль на боящихся его рихам это то же самое пель потому что вообще это пель глагол интенсив вот и заметим что потах а не церре рихам так же как например в танахе гораздо чаще будет берах с потахом чем берех пель благословил 13 так 13 мы прочли дальше 14 стих ибо он узнал и знает такой перфект европейский не в смысле что раньше знал а узнал и знает наше нашу суть сущность наш ецар это китль церре огласованный под йодом ецар нашу суть ецрену что ну что с нас взять вообще говоря поэтому жалеет нас вот но по поводу ецар конечно можно много чего сказать если взять позднейший постбиблейский еврит то ецар это такая сущность человеки есть добрый ецар атов ецар ара добрый и злой ецар добрый и злой начало в человеке и они вагаде иногда персонифицируются они привлекаются доброе начало говорит сделай тот и шепчет человеку а злое шепчет наоборот вот так что этот ецар но это будущая судьба ецара в танахе персонифицированного ецара нет просто нашу суть захур киафар анахну помнит он создатель что мы земля пыль прах анахну камат спаузальный так был бы потах ну здесь что интересно здесь интересно пассивное причастие захур он наделен памятью бог ашем в значении помнит яда и захур и то что мы земля здесь разумеется вспоминаем книгу бытия киафар ата вэль афар ташуф ибо прах и прах есть и в прах возвратишься европолюис эс этен полюэр и ревер терис человек из земли создан афар это и земля и пыль все что угодно то из чего создан человек дальше пятнадцатый стих что значит как трава как цветок полевой так он расцветает пятнадцатый стих пятнадцатый стих энош кеха цир ямав кец циц рассад кен я циц вот энош человек ну принято понимать самое простое понимание вот этой фразы а вообще что мы делаем первое когда видим библейский стих мы его делим на коротенькие фразки на четыре или на две это в зависимости от длины стиха здесь как видите в стихе обычно две фразки значит вот первая фраза энош кеха цир ямав принято это понимать как так называемый казус пенденс висячий падеж энош человек дальше тире дни его как трава скорее всего так и есть заметим снова что в предложениях с именным сказуемым подлежащее синтаксисе библейского еврита обычно на втором месте ямав подлежащее его дни каковы они кеха цир как трава подобной траве это сказуемое и в параллелизм как цветок поля ке циц ассаде кен я циц так он расцветает человек здесь все понятно ке ци циц цветок как цветок ке циц а в конце глагол я циц ну видимо гефиль считаем да ну скорее всего так вот традиционная синтаксис правильно понимается вот ну если пофантазировать можно предположить и другой синтаксис отделения на фразы энож кеха цир человек как трава точка дни его ямав состоят дни его как цветок полевой запитает так он расцветает возможно такой синтаксис но я придерживаюсь обычного смысла примерно тот же самый но все таки фразы другие деления далее 16 стих читаем что значит я думаю все таки ибо да ги филь конечно да кирох авербом венену вело екерену одмекому ибо ветер прошла на него подул и нет его но поскольку здесь человек снова сравнивается с растением заметьте снова что гораздо чаще в Танахе человек растение а не животное человек больше на растение похож его сажают в землю его можно выдернуть из земли как редиску выбросить праведник в самом начале первого псалма у источников водных посажен как растение здесь снова растение а не животное в предыдущем стихе человек как трава и как цветок полевой так он расцветает вот и исходя из этого в 16 стихе здесь продолжается метафора растения цветка ветер подул рог женского рода прошла над ним и одуванчик лишен своей короны его больше нет представьте одуванчик но не могу не сказать что здесь возможен и даже наверное имелся в виду автором текста более второй уровень рог дух человека дыхание вот этот дух ушел жизнь и человека нет это весьма вероятно то есть под поверхностным значением одуванчика лежит дух дыхания которое уходит и человека больше нет это красиво это интересно я думаю что так имелось виду и не узнает больше его место его да это нунка фреш это гефиль узнавать не узнает не узнает его его место вот это странновато то есть получается место обитания человека его адрес прописка персонифицируется которое может узнать или не узнать твой подъезд тебя не узнает ну конечно имеется ввиду люди вот но тем не менее здесь сказано место вот ну и вспоминается разумеется польское место город местечко городок так что это конечно населенный пункт люди не стены 17 стих читаем все верно но здесь опять все просто но общий смысл да а милость пребывает постоянно бога милость господа от от века и до века на пребывает на тех кто чтит и боится его алиры аф снова алиры аф но лам это конечно не философская вечность а это долгое время вообще говоря это время человеческой жизни скорее всего изначально очень долгое время и и пребывает его цедака здесь это тоже что милость на самом деле на внуках даже те кто боялся чтил его то есть в третьем поколении награждаются внуки праведников вот все абсолютно здесь банально все очевидно вот но общий контекст не банален потому что до этого речь идет о человеке человек смертен человек недолговечен а вот хорошее к нему отношение бога долговечено оно переживет самого человека но это не слишком оптимистично вообще на мой взгляд но об этом речь что божья любовь к человеку переживает самого человека человека уже нет прямо сказано его нет осталась только божья любовь к нему место забудет да любовь милость бога израильского бога 18 стих читаем да все верно это кому обещана такая милость хесед и цедака что даже их внукам будет награда она обещана адресована тем кто причастие шомер хранит его но брит брит да это договор договор но договор бога с людьми ну завет что такое это старославянское слово церковно славянское в общем-то это договор договор в чем что ты человек меня говорит хашем чтишь исполняешь то что я велю и за это имеешь мое покровительство в этом брит вот так вот те кто люди со своей стороны соблюдают этот брит то есть чтут и помнят помнящие пикудав заповеди его пикуд заповедь покад покад очень много чего значит а вот пикед назначить пиеле и отпельное существительное пикуд это заповедь и те кто помнит заповеди и соблюдает их что помнит не просто так а так чтобы их творить соблюдать ла асотам вот им обещано то что обещано в предыдущем стихе дальше 19 читаем маша пауза переводим правит царство во всеми обладает да аданай башамаем эхинкес о о молхуто баколь машала паузальная машала контексте машла было бы здесь начинается новая фраза кстати заметьте до этого фразы очень длинные такие очень маркесовские здесь точно новая фраза простая господь на небесах утвердил свой престол сидение кис-о рехин это понятно корень кун быть твердым быть установленным в нефале на хон а это гефиль установил свой трон и его молхуто царство вы знаете вот даже молхут всем известное слово это скорее арамейское вообще суффикс ут он больше характерен для арамейского есть целая целая работа по арамеизмам в библейском иврите то что постбиблейский иврит вообще арамейский язык по сути и по синтаксису и по лексике это не вызывает сомнений но даже в танахе очень много арамеизмов и в общем-то молхут это более позднее и скорее арамейское слово а так на иврите мемшаль мемшала мелуха с теми же значениями в танахе так вот молхуто его царство царство его всеми обладает что значит царство русское царство опять же довольно плохой перевод русское царство в первую очередь это царство государства как там московское царство или болгарское царство это страна с границами нет молхут это не страна с границами это царская власть власть персонифицированная в царской семье в царском войске и в царском столичном городе вот это есть молхут границ по периметру с колючей проволокой тогда не строили молхуто это его царская власть властвует машала перфект над всем или надо всеми с тем же успех двадцатый стих так слов и слова конечно да бараху аданаймал ахав гибарехох оседаваро лишь мобеколь деваро словословие бараху опять с хатав потахом пиел императив благословите господа адамал ахав ангелы его ну конечно когда мы видим ангелы здесь сразу следует задуматься вот что это такие вот крылатые существа в общем-то в Танахе их нет в Танахе это могут это посланник корень ламет алиф каф это послать и отсюда мелаха работа ну вот работа как поручение тебя там дали поручение ты идешь его выполняешь в этом твоя работа от этого мелаха вот молах кстати это едва ли не уникальный пример когда макталь ну как мидбар означает деятеля вот это удивительно на самом деле вот но сверхъестественное ли это существо ну во всяком случае когда вот эти посланники приходят к людям например к Аврааму у них ни крыльев ни нимбов ничего такого это просто люди это он в силу своей мудрости и святости догадывается что это не просто люди а это сам господь помните встречу Авраама с тремя гостями сам господь вдруг стоит перед ним вот в лице этих самых ангелов но когда они пришли это были просто прохожие которых гостеприимный восточный человек Авраам стал активно зазывать в гости о пророке иногда говорится мол ах посланник мол ах да где явно речь о человеке пророке никаком не сверхъестественном существе это к тому я что мол ах кто это насколько они сверхъестественны не факт здесь правда это если и люди то очень необычные благословите господа его допустим ангелы сильные силою гибор силач богатырь сопряженное сочетание гибор хох творящие его слово давая это слово то есть приказ чтобы слушать не просто слушать а слушаться голос прислушиваться исполнять голос слова его нет у меня полной уверенности что это все таки не люди люди в том числе по крайней мере сильные люди 21 стих Это Ашем Цаваот, Саваоф, Господь воинств. Каких воинств? Здесь опять есть двойственность. Принято считать, что это воинства небесные. То есть боги, либо ангелы, что то же самое, западносемитские боги, лишенные имен и не заведенные до уровня его свиты. Они же звезды Цаваот. Но какие воинства он возглавляет? Да, их, но и людей тоже. Потому что Цава, Цава, это и израильское войско. Вы помните, да, что когда шли в атаку израильтяне, они несли ковчег перед собой как танк. И безусловно он возглавлял воинства израильтян. И есть танахи места, где очень ясно, что он Адонайцеваот конкретные вот эти вот отряды израильтян. Они тоже. И то и другое здесь возможно. Мешаретав – это пельное причастие от Шин-Реш-Тав, служащие его, те, кто служит ему и творящие его волю. Кто это? Боги, бывшие сверхъестественными существами, ставшие ли люди? Наверное, и те, и другие. И последний, 22-й стих. Бараху Адонай, коль маасав, бахоль макомот, мемшальтох. Барахин Авши, это Данай, 22-й стих 103-го псалма, последний. Пельный императив. Благословите Господа все его творения. Люди, конечно, в первую очередь, на всех местах. Ну, вообще помним, да, что маком – это от корня кум, то, на чем можно стоять с префиксом мем, маком – место. Мужского рода с нулевым окончанием, однако множественное по женскому макомот. На всех местах власти его, сопряженное сочетание, места его власти. Вот она, мемшала, то, что правительство в современном иврите. В Танахе есть мужской род мемшаль и женский мемшала, корень мошаль править. На всех местах власти его, то есть везде, где он властвует, то есть вообще везде. Благословимая нефиш, навши Господа. Что было сказано уже в начале, в самом начале псалма, так что мы имеем рандом. Закольцован текст. Красивый текст. Надеюсь, вам было интересным. На сегодня все. Учите иврит.